Есть такой кейс. Многим кажется, что они по лестнице вверх идут, а на самом деле вниз спускаются и все чего-то ждут и думают, что карьера это то, что должно происходить за ними и возмущаются. Вот у меня есть знакомый один, он никак не может как раз простить своему руководителю, что тот его давно уже не повышает. И я ему пытаюсь объяснить как-то, что это вообще по-другому работает и руководитель на тебя смотрит, а по-другому. Но что все-таки главное? Как добиться хорошего положения в рамках карьерной лестницы? То есть как подниматься наверх? Как все-таки наверх? Ну, правило номер один, которого я всегда в жизни придерживалась. Никогда не жди, когда тебя кто-то поднимет наверх только потому, что честно исполняешь то, что тебе приказали. Я в правительстве была самым исполнительным министром. То есть все бумажки часто очень бессмысленны. Например, через сутки вы должны дать такой-то отчет. А бумажка недельной давности. То есть уже все сроки прошли. И мне, кстати, объяснили потом, что такие бумажки складываю в стол и вообще ничего не делаю. Это бюрократия работает. Как подниматься по лестнице? Первое – перестать ждать что-то от руководителя. Проблема заключается в том, что когда мы входим в качестве наемного специалиста, менеджера или там другого направления в корпорацию, то мы в этот момент на всю жизнь остаемся в самих себе. То есть вот я специалист, вот я менеджер, вот я честно выполняю все указания сверху. И почему-то по умолчанию все должны это видеть, и руководитель должен видеть и периодически меня повышать. Что не так? Потому что руководитель, во-первых, человек, он не всех видит. Во-вторых, если вы все время упорно, одинаково что-то делаете, старательно, исполнительно, вы превращаетесь в тень. Тень, которая все время что-то делает. И вас личность уже никто не замечает. Но все равно, что вы будете бегать туда-сюда, вначале вы будете раздражать. Но если убрать вас невозможно, то в какой-то момент вы превратитесь в фантом. Вы бегаете, а вас не видят. На работе происходит то же самое. Поэтому второй принцип очень важный. Это, конечно, бизнес-эмпатия. Что такое бизнес-эмпатия? Если вы хотите, чтобы вас повысили, то вы должны лезть в шкуру руководителя и понять, что руководитель вздрогнет, когда хоть кто-то перестанет исполнять и, наконец, проявит инициативу, частично заменив его, выдаст какое-то неординарное, но офигенное решение прорывное для этой корпорации. И тогда он будет счастлив. Тогда вы из тени и из фантома превращаетесь в грандиозную фигуру. Вначале идет сотрудничество, а потом повышение. Что такое бизнес-эмпатия? Бизнес-эмпатия, когда вы даже с руководителем, конечно, и со всеми остальными, но даже с руководителем вы сотрудничаете. Вы не исполняете его решение, а вы сотрудничаете. То есть внутренне вы берете ровно столько же ответственности за свою работу, сколько берет руководитель за вашу работу для достижения прибыли корпорации. Если вы внутренне это возьмете, вы сразу поймете, что в рамках своей компетенции вы делаете что-то очень банальное, и здесь нужно что-то улучшить. Вы посмотрите на других и поймете, что с другими тоже надо сотрудничать как-то по-другому, и тогда их коэффициент полезного действия тоже увеличится. То есть вы фактически внутренне становитесь скромным, но руководителем. И в этот момент вы начинаете понимать руководителя. И тогда вы приходите к выводу. Слушайте, таких теней и фантомов навалом, но он несет всю ответственность. Надо что-то сделать более интересное и конкурентоспособное. Вы это все просчитываете, вы формулируете предложение, и скромно, без всякой заносчивости приходите к руководителю и не говорите о своем повышении, а говорите о том, вы знаете, я подумала, вот здесь, вот здесь у нас черная дыра. И я не только указываю, что черная дыра. Это делает большинство теней и фантомов. Я показываю, как эту проблему решить. Я вам гарантирую повышение. Если, конечно, вы прочитали все серьезно, а не только с одной целью выйти из тени, чтобы вас заметили. То есть выход из тени должен быть тоже ответственным. Я думаю, что когда указывал на черные дыры только Стивен Хокинг, я сразу почему-то его образ представил и того, кто указывает все время.